Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Как повысить конкурентоспособность курортов Краснодарского края, обсудили участники 6-й международной научно-практической конференции. В Анапе прошли соревнования по стритболу. 12 июня в День России в Анапе и во всех сельских округах пройдут праздничные мероприятия. Конкурентоспособность курортов Краснодарского края обсудили участники 6-й международной научно-практической конференции. Организаторы мероприятия – Департамент печати и массовых коммуникаций Краснодарского края, администрация города-курорта, представители вузов. Обмен опытом проходил по секциям в виде пресс-конференций и пленарных заседаний. Подробности в сюжете. Один из самых важных вопросов – роль производственной практики студентов. Ведь конкурентоспособность молодого специалиста во многом определит и успешность места, где он будет работать. А это в основном здравницы. Принявшие участие в работе круглого стола студенты Анапского филиала Сочинского университета туризма и курортного дела, преподаватели вузов получили в этом плане ценную полезную информацию. Я недавно была на совещании УМО, вуза в России по курортному делу и гостиничному хозяйству. Перед нами выступали специалисты из Франции, Англии. И главное в их выступлениях было практикоориентированное обучение. В их учебных планах до 60% всего материала идет на практическую подготовку. У нас в России, к сожалению, на практику отводится меньше времени. Наша задача создать систему непрерывной практики, чтобы студенты с первого курса закреплялись за производственными базами, ресторанами, отелями, кафе, туристическими фирмами. Главное воспитать социально адаптированного специалиста, который смело будет смотреть в будущее. Особенности современного государственного пиара обсуждали с участием средств массовой информации. Вначале зачитали послание конференции вице-губернатора края Галины Золиной, которая поручила доступно, с любовью, рассказывать о курортах Кубани. Начальник управления информационной политики администрации курорта «Горячий ключ» поделилась опытом создания радиокурорта. Мы создаем проекты сами, как мы это делаем. Первой нашей масштабной идеей было создание в городе собственной радиостанции в ФМ-диапазоне. Еще три года тому назад в «Горячем ключе» существовало только проводное радио, которое, конечно, не удовлетворяло потребностей населения в получении полной достоверной информации. За два дня работы конференции участники заслушали 11 научных докладов по стратегии социально-экономического развития и продвижению рекреационных территорий. Обсудили множество вопросов по проблемам формирования бизнеса на курортах, медийным технологиям и развитию курортов. По данным российского сервиса онлайн бронирования отелей октого.ру, город-курорт Анапа занимает пятую строчку в десятки самых популярных российских городов для туризма. Как передает Интерфакс Туризма, десятку самых популярных российских городов у самостоятельных туристов по числу путешествий на лето 2014 составляют Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Анапа, Светлогорск, Келенджик, Великий Новгород, Псков и Нижний Новгород. Курорт Сочи опережает другие города России по продолжительности летнего отдыха. В среднем сюда приезжают на 12 дней, а она появляется самой бюджетной курортной территорией. Кроме того, Анапа выбирает те, кто едет на отдых с детьми. Благодаря мелководному побережью и песчаному пляжу для маленьких гостей у нас созданы идеальные условия. Отдых в Анапе не первый год входит в топ предпочтения российских туристов из-за низких цен, благодаря растущему уровню сервиса и количеству качественных турпродуктов. И сегодня Анапа активно готовится встречать гостей. 14 июня состоится торжественное открытие курортного сезона. Для анапчан и гостей курорта будут выступать и Тимур Родригес, Олег Газманов и хор. И в продолжение темы праздников. В Анапе ко Дню России 12 июня пройдет цикл мероприятий. Праздники организуют во всех сельских округах. Торжественные мероприятия, посвященные главному празднику страны, пройдут и в городе. Праздничный концерт «Золотое праве лето» начнется в Гастагаевском сельском округе 12 июня в 11 часов на площади у Дома культуры. В этот же день в 12 часов в Первомайском сельском округе на площади у ДК села Юровка пройдут народные гуляния и состоится праздничный концерт «Магия света». Жители Приморского сельского округа смогут признаться в любви России в 17 часов. На торговой площади села Цабанабалка состоится праздничный концерт под названием «Я люблю тебя, Россия». Народные гуляния и вечер отдыха молодежи проведут 12 июня. На 2 часа позже в 19 часов на площади Дома культуры села Джигинка пройдет тематический концерт «Анапа-Жемчужина России». Жители сельского округа приглашают на народные гуляния и вечер отдыха. В Анапском сельском округе на летний вернисаж талантов жители района приглашают к 19 часам. Праздник состоится в парке Станицы Анапской. На летнюю танцевальную площадку приглашают жители Станицы Благовещенской. А в 20 часов в Доме культуры Станицы начнется праздничное мероприятие «Яркие краски анапского лета». В рамках праздничной программы запланирован концерт «Народные гуляния и вечер отдыха молодежи». Витязевцев и гостей курортного поселка приглашают на праздник 20 часам в Дом культуры села Витязева. Жители субсекского сельского округа с 18 часов смогут раскрыть все летние фантазии. Праздник пройдет на стадионе 13 июня. Россия, Кубань, Анапа. Под таким названием пройдет праздничный концерт «Народные гуляния и вечер отдыха молодежи» в Виноградном сельском округе. 13 июня жители сельского округа приглашают на площадь Дома культуры к 19 часам. 13 июня в Гайкадзорском сельском округе пройдет молодежная тематическая программа «Анапа встречает гостей». Начало в 20 часов в Доме культуры села. В День России, 12 июня, в Анапе праздничный концерт «Великая Россия» начнется на главной сценической площадке в 16 часов. Приглашаются все жители Анапы и гости курорта. Продолжаем выпуск. В Анапе проходит первый этап стекубанского турнира по уличному баскетболу. В соревнованиях на Кубок губернатора Краснодарского края участвуют детские дворовые команды. В турнире играют воспитанники специализированных отделений и секции учреждений дополнительного образования спортивной направленности. В турнире по уличному баскетболу стритболу участвуют все желающие в трех возрастных группах с 1999 по 2003 года рождения. На спортивной площадке в скейт-парке уже сыграли 16 команд. Секубанский турнир по уличному баскетболу среди дворовых команд проводится уже на протяжении нескольких лет. Уже стал регулярным. Сегодня у нас соревнуются команды из Нижнего Тагила и Таганрога, которые приезжают сюда постоянно отдыхать. В досуг детей во время летних каникул включены регулярные занятия спортом. Делегации, приехавшие на отдых и оздоровление, будут участвовать в баскетбольном турнире. Нижний Тагил выставляет на соревнования 80 юных баскетболистов. Мы уже на протяжении 25 лет приезжаем к вам в Анапу и случайно совершенно в интернете я нашла объявление, что у вас проходит вот такой турнир по стритболу. И мы, конечно, воспользовались возможностью, связались с организаторами и воспользовались возможностью наших деток привезти, поиграть на стритбол. Уличный баскетбол – популярная спортивная игра среди детей и подростков. Правила в стритболе отличаются от правил традиционного баскетбола. Стритбол в будущем хотят внести как олимпийский вид спорта в список. Отличается тем, что игра проходит на одной половине поля, не задействована полностью вся площадка. Играют три человека плюс один запасной. Делегации из Таганрога третье лето в Анапе. Узнали о турнире и решили попробовать силы в соревнованиях. Играют в младшей возрастной группе 2002-2003 годов рождения. Мы приехали на спортивно-военные сборы, чтобы улучшить свою физическую подготовку и стать сильнее духом. Настраивались морально, ждали, что соперник будет сильный, что баскетбол у нас играет, конечно, но это было уже давно. Первый этап проходит с 1 по 12 июня в Анапе и сельских округах. Второй тур пройдет с 13 по 18 июня. Затем будут проведены 3 и 4 этапы – зональные и финальные соревнования. К ним допущены только команды Краснодарского края. Подведут итоги всекубанского турнира по стритболу 17 июля. На перекрестке улиц Шевченко-Черноморская устанавливают светофор. Этот участок дороги крайне нуждался в электронном регулировщике. По мнению участников дорожного движения, светофор избавит от пробок и поможет избежать аварий. Светофор на этом перекрестке, по мнению анапских водителей, – необходимость. Старый пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Был сбит водителем-лихачом. После его демонтажа одна из главных транспортных артерий курорта – улица Шевченко – в одночасье встала. Главная улица Черноморская существенно перекрыла въездную Шевченко. Городские власти изыскали средства на установку нового современного светофора. И вот уже сегодня рабочие приступили к монтажу. Светофор современный сейчас на последнее время, что есть какие-то достижения светофорной техники. Это шторм-толговичный. И у него светодиодный, что он не выйдет из строя, практически можно за ним месяц и следить. Даже половина диодов будет работать и будет указывать водителям, что он работает. Мы планируем завершить его на следующей неделе, к концу следующей недели, по-моему, все его запустить. Светодиодные светофоры имеют ряд существенных преимуществ. Это и малая потребляемая мощность, и увеличение срока службы в десятки раз по сравнению со светофорами с лампами накаливания, дальность видимости сигналов выше на 200-300 метров, что позволяет существенно повысить безопасность дорожного движения. Светофорная группа состоит из автомобильных и пешеходных секций с таймерами смены сигнала. Этот перекресток хоть и не отличается повышенной аварийностью, но с появлением здесь электронного регулировщика район пересечения Шевченко и Черноморской станет еще безопаснее. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 10 июня, в Анапе будет пасмурно, местами пройдет дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов по Цельсию. Ночью прохладнее до плюс 20. Ветер переменный – 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 20 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова